И еще об одном аномальном обитателе морских глубин. В Крыму, в Балаклавской бухте, поймана рыба из Атлантического океана. Случай невероятный, говорят их теологи, но показательный. По мнению ученых, это очередное доказательство того, что наша планета переживает глобальные климатические изменения. Похоже, скоро на Земле наступит новый ледниковый период. С подробностями Алексей Марачев. Прежде чем выйти в море, Иван Переверзев вынужден укреплять свои снасти. В Крыму неожиданно появилась крупная рыба из Южной Атлантики. И чтобы не потерять добычу, рыбакам теперь нужны очень прочные сети. Я стал свидетелем того, что одна из бригад прибережного лова, выйдя в море, в сети им попалась невиданная для наших мест рыба. Она очень красивая, такая, мраморного цвета. Похожая вроде как и на нашу рыбу, но она и немножко и на ерша была похожа, на окуня. Необычный улов попался рыбакам на прошлой неделе в северной части Балаклавской бухты. Рыбу тут же передали биологам, и те, не задумываясь, объявили о сенсации. В Черном море пойман группер, ареал обитания которого находится в тысячах километрах от Крыма. Поимка группера – это уникальный случай для Черного моря. Это первый экземпляр, пойманный в Черном море. И именно непосредственно не где-то около Босфора, где возможно было его ожидать, а около берегов Крыма. Ученые задумались, зачем океанская рыба поплыла из Атлантики в Черное море. Должна быть очень веская причина для столь радикального слома привычного образа жизни. По словам московского биолога Юрия Симакова, все дело в похолодании Гольфстрима. Теплого течения, который в последние годы резко остывает под воздействием арктических вод. Когда Гольфстрим меняет свое течение, то вот то тепло, которое приносит этот поток, оно не доходит. Теплая вода не доходит или дальше идет от материка и происходит похолодание. Юрий Симаков уверен, миграция рыбы подтверждает теорию о глобальном изменении климата на нашей планете. По словам ученого, подводные обитатели очень чувствительны к переменам температуры. И любое непривычное воздействие тут же заставляет их отправиться на поиски более комфортных условий. Рыбы южных морей вообще, они, как говорится, привыкли жить при постоянной температуре. То есть если температура меняется, то они меняют, могут даже эмигрировать. Так что это вполне естественный факт. В последние месяцы ученые все чаще говорят о скором глобальном похолодании. Случай с атлантическими рыбами в Черном море – всего лишь еще одно свидетельство в целой серии тревожных предзаменований. Буквально месяц назад японский климатолог Куцинори Фудзикура объявил о результатах многолетнего изучения океанских течений. Его выводы прозвучали как приговор привычному порядку вещей на планете. Результат наших исследований пугает, но это факты. Уже в 2014 году на Земле начнутся серьезные климатические изменения. Катастрофические, я бы даже сказал. Период, когда температура на планете росла, заканчивается, и его сменит резкое похолодание. И начнется оно с северного полушария. О скором похолодании заговорили даже астрофизики. Ученый из Пулковской обсерватории Хабибулло Абдусаматов высчитал, что средняя температура планеты скоро понизится. По мнению физики, это связано не только с океанскими течениями, но и с положением Солнца. Солнце гиреет Землю не так, как раньше. В результате чего мы ожидаем, что ориентированно в 2014 году должно произойти стабильное снижение температуры на Земле. Все эти факты заставляют ученых внимательно отслеживать каждое новое свидетельство изменения климата. Ведь только совокупность информации позволит сделать точные прогнозы на ближайшее будущее. Так что теперь даже ловля рыбы в Балаклавской бухте становится делом мирового значения. Алексей Мрачев, Александр Олешко, Сергей Палько, ТВ3.